Всем здравствуйте, ребятушки! Сегодня у нас обзор вискарика White & McKay. Вот такая вот бутылочка. Впервые о нем услышал буквально месяц назад, наверное. Хотя, я думаю, продавался давно. Но в магазинах у нас его нету, сразу скажу. Нигде его не видел по своему городу. Ни в крупных сетях, ни в алкомаркетах, по-моему, даже не видел. То есть заказывал я его на сайте. Цена бутылочки за 0,7 была 15 долларов. Вот такая вот замечательная цена. Пробка обычная. Ну, что мы еще хотим. 15 долларов. Кубажированные виски. 0,7 бутылочка, 40 оборотов. Сегодня мы будем пить вот с такого замечательного нашего бокальчика. Так как прочитал я о нем много. Видео видел. И мнения делятся. Но большинство людей сходится в том, что виски замечательный, великолепный. И отлично. Один из лучших купажей, многие говорят. Ну, мы о многих так виски купажированных слышали, но будем проверять это на себе. Вот основание. 1844. И основали его, как я сказал уже по названию, можем понять, мистер Уайт и мистер Маккей. Вот. Вот они работали в лавке в какой-то, продавали алкоголь и что-то там еще. Вот. И решили в 1844 году основать свою вискокурню. Герб у них интересный вот такой вот. «Два льва». Как в «Игре престолов» прямо, если кто смотрит этот сериал. Вот. Называется герб «Сбунтовавшиеся львы». Почему так называется? Потому что ну, это вообще герб на самом деле клана Макгрегоров. Да-да-да. Макгрегоров. А с этого клана, с этой древней, это древнейший, один из древнейших кланов Шотландии. Мистер Уайт с этого клана был. Но он потом как-то переименовал за ними. Гонения были, переименовали, так сказать, взяли другую фамилию. Потомки этого клана. В чем интересная штучка этого виски? Во-первых, что его созревание происходит фирма Уайт Маккей. Делают виски, созревают они, в общем, виски только в бочках из-под Хереса. В данном случае три года всего лишь выдержка, три или четыре около того. Но, тем не менее, бочки только из-под Хереса. То есть, они не используют бочки из-под Бурбона, из-под Портвейна и так далее. Благодаря этому получается мягкий такой фруктовый аромат и вкус, но который, тем не менее, имеет еще и дымок. В принципе, как мы любим. Попробуем, попробуем, что это за вискарик. Цвет янтарный такой, темный, кстати, цвет, темнее, чем последний, вот я делал обзоры, класс, вот такой цвет я люблю, бомбезный, вискарный цвет. Ну, я думаю, тут карамелька, конечно, колер подкрашенный, но тем не менее, замечательный цвет, вот такой цвет меня радует, глаз, на него приятно смотреть, не бледный какой-то, не темный, как у коньяка, хотя и темный, неплохой. Так, ну, такой, достаточно маслянистый упажек, что же у нас с запахом? Чуть-чуть ударило в нос, вроде и постоял немного. Да, в нос бьет. Что же так не ведет последнее время у меня вискари, которые бьют в нос, и достаточно спиртуозные. У этого какая-то есть такая крепость, мне кажется. Да, в нос бьет, реально бьет в нос, хотя многие писали, что он мягче, например, виски Деворс был обзорчик у меня, позже, раньше выйдет, не знаю, но он мне не понравился, сразу скажу, вот, он вообще очень жесткий, спиртуозный, мне показался, но по запаху топ был вообще ну, как вода, то есть он совершенно мягенький был, а по вкусу очень спиртуозный, тут наоборот, по крайней мере, пока. Ну, сейчас чуть вынюхалось, но все равно чувствуется. Это еще, конечно, усиливается тем фактом, что тут выдерживался он в бочках из-под хереса, и тут такое фруктовое, то есть яблочно-цитрусовое вот такое вот какое-то составляющее запаха, и она как бы усиливает, как вы понимаете, кислота усиливает вот этот вот такое ощущение, ощущение спиртозности в носу. Дымка вообще не чувствую, дымка вообще не чувствую, хотя речь шла о дыме, что он будет, ну, может быть, во вкусе. Да, в Деворсе был дымок поярче. Тут вот чисто такая фруктовая кислинка, яблочно-хрушевая, карамель, блин, ну вот сильно вдохнуть невозможно, то есть сильно вдыхаешь, сразу бьет по носу, да, это не очень приятно. Ну, такое, ножек много, кстати, от него. Давайте попробуем. Мягок, совершенно не такой. Вот во вкусе чувствуются уже вот эти вот бочки из-под хереса, то есть какая-то винная составляющая есть. Это интересно. Да, помягче. То есть я бы не сказал, что он прям шелковистый, как, например, в Чиво, но мягенький, мягенький. Приятно, в принципе, пьется, но торфяности я вообще не чувствую, абсолютно никакой даже намека на нее. Даже в послевкусии. Очень странно, хотя все говорили о торфяности. Не знаю, не знаю. Достаточно мягкий, ну, и он фруктовый. Он фруктовый, и вот эта вот мягкость, она сочетается с, ну, невыразительностью, честно говоря. Ожидалось чуть от него побольше эффекта. Запах, запах жесткий, спиртуозный. А вкус мягкий, но приятный. Вкус мягкий, но приятный. Он чем-то напоминает отдаленно, может быть, бушмелс, но отдаленно, так как тут нету такой составляющей, как бушмелс, букета такого огромного. Тут больше вот такое винное, виноградное что-то присутствует. И это достаточно приятно на вкус. Но я бы не сказал, что он прям вау. То есть, ну, стоит ли он своих денег 15 долларов? На него, кстати, скидки тоже бывают. И сейчас, по-моему, даже скидка на него на одном из алкосайтов. В смысле, сайтов по продаже алкоголя. Поэтому, за такую цену ему стоит взять, да, попробовать. Он неплох. Ну, опять же, он, мне кажется, больше для, может быть, для смешивания с Кока-Колой. Все-таки достаточно дешевый купаж и насладиться в полной мере, как от более дорогих экземпляров, которые встречаются редко там и качественные, да, о том же Бушмилсом, Тичерсом, ну, естественно, Солодовых. И, скорее, у вас не получится. То есть, он прост, он прост. У него, блин, в нос бьет, представьте, сколько я уже вынюхал, до сих пор дубасит в нос очень сильно. Да, это неприятно совершенно. Вот это его огромный минус. Запах есть такой, фруктовый, но вот это перекрывает все, это жгучесть слизистой носа. Ну, а по вкусу мягкий, приятный, но однобокий. Нету букета, нету взрыва, нету фейерверков вкусовых, поэтому такой среднячок. Я бы не ну, вот я уже беру не первый раз такие виски, которые кто-то рекламирует, кому-то они шикарно очень нравится и в который раз убеждают, что на вкус и цвет товарищей нет, поэтому этот вискарик уходит к тем, которые ну, не оправдали моих надежд, скажем так. Вот, такой был обзорчик, ребятушки, коротенький. Всем пока, всем удачи, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Чао, ждите новых обзоров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok